В минувшие выходные Крылья Советов и Московская Динамо стали непосредственными участниками классического триллера, который отвечал всем законам жанра. Болельщики, пришедшие в этот день на стадион, то и дело хватались за сердце на протяжении всего поединка. Первым свое имя на табло зажег Захарян, воспитанник Тольяттинской академии Коноплева. Еще через несколько минут Арсен отдал голевую на Тюкавина. Константин изящно перебросил Овсяникова и упрочил преимущество гостей. Вопреки провальному старту дружина Осенькина не рассыпалась, крылья Советов продолжали искать счастье у чужих ворот. Новобранец хозяев Карпицкий воспользовался ошибкой Фомина и отдал передачу на Костанцу. Бразильский защитник сократил отставание самарцев до минимума, хладнокровно расстреляв владение Шунина с близкого расстояния. Но радоваться местным болельщикам пришлось недолго. До перерыва белоголубые забили еще. Смолов замкнул передачу Нгамалё. Во втором отрезке встречи на аванс сцену вышел гений Игорь Осенькин. Наставник Волжен провел тройную замену. Команда хорошо работала в позиционной атаке, перекрыв сопернику кислород практически на всех участках поля. На 74-й минуте Бейл получил пас от Витюгоу на правом фланге и снял паутину с левой девятки динамовских ворот. Вдохновившись шедевральным голом Глена, футболисты Крыльев Советов почувствовали, что могут спасти безнадежный матч. Столичные гости дрогнули. За две минуты до конца основного времени Грулёв сыграл рукой в собственной штрафной. Гаре был точен. Аргентинец развел мяч Ишунина по разным углам. Финальный свисток любимого зафиксировал ничью с хоккейным счетом 3-3. На послематчевой пресс-конференции Игорь Осенькин сказал журналистам, что считает результат поединка закономерным. В голове где-то у каждого будет, а может быть можно было и выиграть, но надо объективно говорить, наверное, ничья – это такой исход матча, который справедливый. А вот молодой полузащитник Никита Салтыков, который пользуется доверием тренера в последних играх, хотел отобрать у столичных гостей еще два очка. Я считаю, мы могли выиграть, потому что во втором тайме у нас было очень много моментов. У меня было два момента только. Вот поэтому это, наверное, такая ничья, но надо думать о победе. Подарить своим болельщикам первую домашнюю победу в новом сезоне волжане могут уже в эту субботу. 5 августа крылья советов померятся силами с Ростовом Валерия Карпина. Стартовый свисток прозвучит в 16.00. Мы будем всесторонне освещать эту встречу. Следите за анонсами в наших социальных сетях и на сайте телеканала «Самара ГИС». Анатолий Головко. События.